МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Красногорске живет один из самых известных людей в истории советского баскетбола Вячеслав Александрович Хрынин. Длинная история, Дайд Натанч Виленкин, который очень многое сделал для развития баскетбола в Московской области. Сейчас все команды участвуют в первенстве Московской области. Представлены команды в 8 возрастных категориях у юношей, в семи, у девушек. Имя великого человека собирает вокруг себя так же все, кто любит. Но после перерыва это первое мероприятие. Давид Берлин – патриарх баскетбола. Живая легенда спорта и пример для поколений игроков. В том числе для тех, кто занимается в Красногорской школе Олимпийского резерва. Ацдюшор на площадке сегодня девчонки 2004 года рождения. Сразу два состава. Так как я уже занимаюсь 8 лет, то, естественно, почти каждый мой день он связан с баскетболом. И расписание недель, например, тоже постраивается под это. Поэтому вся моя жизнь практически, сколько я тебя помню, связана со спортом. А на торжественной церемонии открытия физкультурников приветствовали олимпийские чемпионы. Тяжелоатлет Татьяна Коширина и пловец Евгений Рылов – гости областного праздника, который отмечают в Красногорске. Но быстрее, выше, сильнее – здесь не самый главный девиз. День физкультурника скорее для тех, кто бегает по утрам, ходит в фитнес-клуб после работы или весело проводит время на дворовой футбольной площадке. Кстати, игра в мяч на ежегодном мероприятии на этот раз была сразу в трех ипостасях. Киберфутбол, классический на поле лыжного стадиона и паннафутбол. Каждый может, независимо от уровня, поучаствовать в турнире. Во-вторых, это соревнования один на один, то есть это некий такой батл, если говорить музыкальным языком. То есть задача игрока – либо забить три гола, либо прокинуть между ног мяч сопернику. Если он прокидывает мяч между ног сопернику, это называется панна, значит он выиграл. Мисс «Живу спортом» признали девушку из Дедовска, а красногорская конкурсантка Дарья Коптелова стала первой вице-мисс. Она работает в окружном спорткомитете и любит бег. Таких, как Даша, активно занимающихся спортом в Красногорске 110 тысяч или 40% населения округа. Согласно указу президента, за 10 лет показатель должен увеличиться до 70%. И без инфраструктуры для физкультуры здесь, конечно, не обойтись, говорят в Минспорты региона. В планах – модернизировать и имеющуюся. Планы есть всегда, и мы здесь стоим на стадионе «Зорки». И, конечно же, необходимо в ближайший год-два поменять и газон на футбольном поле, потому что он действительно уже изношен. И привести в порядок легкоатлетический сектор, беговые дорожки починить. Но это, я еще раз говорю, такая перспектива двух-трех лет. Все будет зависеть от финансово-экономического состояния. Но я уверен, что у нас в ближайшие три года эти задачи мы выполним. Экстремальный спорт – это тоже красиво. На праздники установили рампы для соревнований в трех категориях – скейтборд, BMX и скут. Участников набралось под сотню со всех близлежащих городов и весей. Я думаю, я выиграю всех. Уверен. Я катаюсь в городе, где нет скейтпарка, с любыми условиями, как бы это даст о себе знать. Еще не выступали, сейчас другая категория откаталась, самокатеры. Мы попозже чуть-чуть. Как вы выступали, ребята? Вам понравилось? Нормально, на уровне. Спасибо, что такие мероприятия проводят. Это мотивирует хотя бы где-то близко. Погода очень классная. Играть можно хоть целый день. На солнышко. Тут очень крутая атмосфера. Очень много детей, очень много спортсменов. Я сам просто любитель. Просто приезжаю на такие мероприятия. Поэтому мне очень нравится. Бадминтоны, шахматы, прыжки на джамперах и пляжный волейбол. Состязания по жиму лёжа и ГТО. В день физкультурника Красногорск превратился в одну огромную многофункциональную площадку для занятий спортом. В мероприятиях были задействованы лыжные стадионы, основной стадион «Зоркий», а также мощности Красногорской арены. «Живу спортом» не просто девиз. В регионе об этом заявляют 5 миллионов физкультурников. Субтитры создавал DimaTorzok